Предотвратить изменения климата, уважать рабочий класс, ограничить рост цен на аренду жилья. Таковы некоторые из предложений, которые представила для нового состава органов власти ЕС партия Европейские Левые. Ее члены и активисты собрались в минувшие выходные в Словении. Они осудили глобальный север за то, что он производит большую часть вредных выбросов в атмосферу. Левые обязались бороться за гражданские права, мир и демократию. На съезде в Любляне ведущим кандидатом от этой партии на европейских выборах выгодят Вальтер Байер. Тем самым 70-летний политик стал претендентом на пост председателя Еврокомиссии. Бывший австрийский коммунист считает главной своей задачей остановить подъем в Евросоюзе крайне правых сил. Шансы Байера на то, чтобы возглавить Еврокомиссию невелики. Его имя не будет фигурировать ни в одном национальном списке. Поэтому он не станет даже депутатом Европарламента. За господство на левом фланге спектра будут соперничать две разные группы, но имеющие много общего. Это партия европейские левые и международная сборная под единым красным флагом, рожденная в результате расколов во Франции, Германии и Греции. Тяготевшее к ним в последние месяцы испанское движение Сумар выражает намерение присоединиться к фракции зеленых. Ранее оно договорилось о создании правящей коалиции с социалистами Педро Санчеса. Неопределенность и нестабильность в рядах европейских левых может сократить количество парламентских мест, которые они получат в целом. Объединится или конкурировать с европейскими левыми может немецкая партия за разуму справедливость, которую создала Сара Вагенкнехт. Этот депутат Бундестага сочетает традиционную левую политику с требованиями ограничить миграцию. Она также выступает против поставок оружия Украине и антироссийских санкций, за что ее считают пропутинской.